приветствую всех на канале сегодня у нас не очень маленькая посылка смотрим что внутри конверты уже выбрасывать никуда не годный тут у нас чехол такой у нас осциллограф такой осциллограф я заказал история такая я покупал на стационарные осциллографы вот их завернули на таможне уже третье слов завернули ссылаясь на то что хотя есть правило 500 евро можно бесплатно провозить до 500 евро но они говорят это правило не касается для осциллограф и такие ну в общем вы думаете хотят к весла графа обратно пошел деньги я не потерял конечно время только потерял вот и потом заказал вот этот маленький осциллограф он таможню прошел видать не поняли они не что это такое что это такой осциллограф может быть маленьким и поэтому он как бы свободно прошел так радости моей данный осциллограф чем характеризуется во первых ценой низкой вот для таких вот мощных показателей это 100 мегагерц вот часто полоса пропускания и 500 мегасемплов в секунду следует также отметить малые габариты вес и размеры данного осциллографа отметим также простоту управлением данным прибором вот и кроме того цветной экран вот но недостатки очевидны то во первых одноканальность тогда когда популярным четырехканальный функционал урезанный такой вот хотя ну и щупы тут наверно так сказать не очень-то на вид на и фирма бренд fn и как он читается черт возьми в нерси по моему да это относительно новинка надо его теперь испытать в комплекте ходе щуп собственно говоря это для зарядки его нельзя менять почему потому что если посмотреть кончик то он такой длинный особенность тут другая за не подходит хотя это микро избея но другой не подойдет выключать тут это и здесь тоже бениси коннектор тоже углубленный тут вот здесь это у нас для захвата проводов обычный крокодил еще одно преимущество огромный аккумулятор тут 5000 миллиампер час здесь защитная икра пленкой но и будет выполнять защитную функцию инструкция есть в комплекте инструкции комплекте на английском языке ну в принципе может и понадобится да тут все характеристики показаны будем пользоваться этим и испытаем сожалению у меня нету хорошего генератора и но есть такие самодельные генераторы которые собирал на них попробуем проверить но я уже закупил сигнал генератор закупился он достаточно мощный он в пути может таможне его пропустит тут я представил толпу который я собирал всяких разных так скажем устройств которые выдают сигнал сигнал генератор боюсь произносить потому что за критикуете но будем говорить что это сигнал производящие устройства какие-то они все простейшие у меня ты что особо выдающийся результатов мы не ожидаем первое устройство это звуковый пробник простейший вот собирал его так для ну как бы быстрого ремонта такого вот так что давайте его соединим посмотрим как будет он здесь я думаю вот понадобится этот щуп соединил пробник с осциллографом так включаем пробник и включаем осциллограф так осциллограф у нас включается так авто нажимаем кнопку вот он сигнал значит тут у нас пятьсот восемьдесят шесть герц почему-то я должен быть килогерц один килогерц но вот и прямоугольники не очень-то хорошо выглядит тут так ну давайте увеличим так уменьшим тут увеличим так увеличим так уменьшим напряжение 124 вольта вот но прямоугольники такие с непонятные возможно дело в нем хотят теоретически вот этот винтик мы должны крутить чтобы выровнять наша картина кривую но на самом деле ничего не получается то есть вот такая кривая остается скорее всего дело в качестве самого звукового пробника пятьсот восемьдесят шесть герцем вырабатывает 1 и 3 вольта и все еще такой звуковой генератор с регулировкой амплитуды вот максимальная амплитуда у нас пятьсот девяносто шесть милливольт и соответственно вот картина такая прямоугольники стали получше чем предыдущим но этот прибор немножко сложнее устроен и в принципе прямоугольник неплохие и главное что частота один целых 07 килогерц должен быть один килогерц в принципе неплохо то есть можно сказать это неплохое сигнал дает для такого ну как бы самоопального устройства более сложное устройство который может отдавать треугольные синусидальные волны вот тут мы видим треугольные волны но что-то он шибко как говорится сейчас посмотрим что-то какое-то у него изображение не очень да то есть я в том смысле что нижняя часть не острая а какая-то закругленная так 500 чем-то герц здесь у нас если глировки это вот эта частота повысим частоту 750 герц на здесь у нас более крутая частота меняется 4 герца килогерца так максимальная получается и амплитуду давайте поднимем уменьшим поднимем но вот этот дефект он усугубляется на больших частотах так меньше частоты в общем не очень так скажем все эти дела обстоят тут на этом генераторе больше на трапецию похоже и на синус перейдем посмотрим синус как у нас будет синус так авто нажимаю ну что-то не хочет переходить на синус может его надо выключить и включить нам перейдет на синус так нет что-то совсем не похоже на синус так частоту увеличиваю толку нет амплитуду меняю очень плохой синус тут что-то не то с этим устройством то есть как-то он вот синус добился я так частота уменьшаем увеличиваем частоту вот еще больше увеличивается 4 килогерц на вот но так более-менее синус выглядит да так давайте увеличим частоту 65 килогерц тут максимальная так посмотрим 19 6 килогерц показывает 29 46 килогерц так амплитуду авто нажмем ну вот тоже какой-то нижний вот эта часть у него видать что-то с дефект какой-то есть вот то есть он так показывает и все и баста него так мы и на вышить до 1 мегагерца тут он может подать вот 831 25 мегагерца давайте авто нажмем посмотрим ну смотрите так аплитуда вот на 1,25 мегагерц синусоида у нас в принципе как бы можно сказать нормально выглядит тут напряжение увеличивает что-то на плиту не показывает ну вот как бы вот так получается если я увеличу что-то будет как-то вниз уходит но вот в принципе можно сказать нормально синусоида даже один 25 мегагерц что было для более дешевых осциллограф который я до этого собирал практически недоступна то есть небо и земля между тем что было у меня и тем что есть то есть ну очень так на первый взгляд очень удобный осциллограф цена великолепная то есть но мне кажется что для радиолюбителей которые не не делают деньги на своем хобби лучше устройство по-моему и не нужно вот то что лучше это значит дороже намного дороже и таможня там так далее ну очень доволен я этим осциллографом будем использовать еще раз испытаем когда будет более мощный у нас генератор и посмотрим как все это будет выглядеть спасибо всем за внимание подписываемся на канал будет много чего интересного пока спасибо